Привет, друзья! Антибиотик правит Россией, а бандитский Петербург уже давно расползся по всей стране, превратив ее в бесконечное реалити-шоу «Бандитская Россия». Так ли это? Я Григорий Герман, давайте разбираться. Мы возвращаемся к этой теме, потому что на прошлой неделе с несколькими экспертами мы приходили к мысли о том, что ситуация вокруг преснопамятного Вайлберис, вот вся вот эта семейная разборка, на самом деле, которая неожиданно вышла из пределов спальни, не просто в широкий мир, а на телевизионные экраны, причем в криминальной хронике, извините, она является подтверждением того, что все наши предположения, возможно, правда и близки к реальности. И у российской власти под идеальными костюмами, батистовыми сорочками все те же синие наколки. Не на телах, на душах. Они мыслят как бандиты, они говорят как бандиты, они ботают по фене. Когда есть возможность слегка расслабиться и перейти в неформальную тональность, они ведут себя как бандиты. И когда покровы респектабельности от войны утончились, наружу полезла через прорехи их бандитская сущность. Вообще, в последние два года вся сущность путинского режима лезет сквозь все щели, сквозь все дырки, которые появляются на картонной позолоченной оболочке путинской России. Смотрите, Пригожин, проблемы с ЖКХ зимой, наводнения, Тимур Иванов, Дагестан, Крокус, теперь вот Вайлдберрис. Там, где тонко, там и рвется. А тонко в России везде. И пока у Путина получается в авральном режиме затыкать пластырями из нефтедолларов дырки, из которых рекой льется гной. Но так будет не всегда. А гной бандитизм, он, наверное, самый заметный и понятный самым широким слоям населения. Потому что сейчас в России на смену поколению, которое условно «дорогого Леонида Ильича» лично видела, приходит поколение, которое Брежнева не помнит, но зато прекрасно помнит вот эти шальные 90-е. Стрелки, разборки, стрельба, спортсмены, концентрат столь любимых россиянами сериалов и фильмов. Действительно ли Россия возвращается в 90-е годы прошлого столетия? И в чем отличие тех времен от нынешних, той власти от нынешней, тех разборок от нынешних? Об этом я поговорил с Геннадием Гудковым и с Иваном Ступаком. Оставайтесь, будет интересно. – Мы с вами эту тему обсуждали множество раз. Впервые начали ее обсуждать еще в 2022 году, когда на мои фразы о том, что «ну Путин, он же там бум-ба-ба», вы мне сказали, да бандит, он бандитом был, бандитом и остался, в общем. И вот сейчас мы видим в Москве ситуацию с Вайлдберрис, которая очень напоминает, мне кажется, то, что происходило в Москве в 90-е. Это передел собственности. Одни бандиты, другие бандиты, бородатые борцы ММА с пистолетами. По вашему мнению, чем отличаются бандитские 90-е, многие сейчас сравнивают то, что происходит с возвратом в 90-е, от сегодняшнего времени в России? Сегодняшнее время в России намного хуже, потому что 90-е годы. Ваш вопрос абсолютно по адресу. Я ушел из органов в 92-м году и был руководителем, создателем, потом уже крупнейшей, одной из крупнейших, совершенно точно лидировавших в отрасли долгие годы, компаний по услугам безопасности. Потому что мне это хорошо известно, чем отличались начальные 90-е годы, от середины 90-х годов, от конца 90-х годов, от нулевых и нынешних состояний дел. Что такое 90-е годы? 90-е годы – это создание организованной преступности повсеместно. 90-е годы – это была преступность антисистемная. То есть ей противостояла государственная система. И это продолжалось до середины примерно нулевых годов. То есть несмотря на то, что были крупные банды, несмотря на то, что были крупные мафиозные структуры, что у них были серьезные экономические финансы и прочие возможности, они противостояли системе государства. И государство, постепенно портясь, постепенно вовлекаясь в коррупцию и прочее, 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 тем не менее противостояло этой преступности. И поэтому была система, сдерживающая эту преступность. Были службы безопасности, были крупные компании, такие как наша, которые не позволяли бандитам, ну, как бы так сказать, доминировать в бизнесе. Но мы не смогли побороть, и у нас не было таких возможностей, проникновения преступности в государство. И к нулевым годам произошла следующая, так сказать, трансформация мафии. Она ушла под погоны. По сути дела, главными организаторами преступной криминальной деятельности против бизнеса стали люди, носившие погоны, мантии, прокурорские, так сказать, там, мундиры и прочее, прочее, прочее. Но и в этот момент вся государственная машина, она еще не стала мафией. То есть внутри государственной машины шла борьба, и бороться было можно. И мы, в общем-то, спокойно прошли все эти нулевые годы, опираясь на здоровые силы, в правоохранительные, судебные и прочие-прочие системы. Очень часто мы прибегали к публичности. Тогда публичности боялись. А начиная, вот, грубо говоря, с второго десятилетия нашего века, по сути дела, преступность просто захватила власть. Ну, она даже не схватила. Просто власть стала полностью криминальной и преступной. Это произошло из-за узурпации власти, из-за ликвидации демократических свобод, из-за ликвидации гласности, свободы слова и так далее. Где-то там, к 11-му году примерно все это уже оформилось, захват власти, когда государство получает монополию на насилие, на беспредел, на произвол, на убийство, на пытки и так далее. И вот где-то там с 11-го, с 12-го года в России оформляется полностью бандитское государство, в котором захватившая власть политики становится, по сути дела, главой организованной преступности. И прибегает исключительно к криминальным силовым методам подавления любого недовольства в стране. Поэтому нынешние годы, это годы намного хуже 90-х. По масштабам преступлений, по масштабам коррупции, по жестокости преступлений, по масштабам пыток, по масштабам издевательств над людьми и так далее, по количеству там посаженных, по количеству расстрелянных, убитых и так далее. То есть 90-е годы на фоне нынешних детские игры. ФСБ и бандитизм вообще. Вот тогда, в 90-е, в результате всех этих разборок, ФСБ смогло бандитский мир поставить себе на службу. А свидетельствует этому огромное количество связей Путина с уголовным и криминальным миром. Все вот это вот на поверхности исследований море просто. А как ты думаешь, то, что будет происходить сейчас, будет происходить и происходит под контролем ФСБ или наоборот, вопреки контролю ФСБ? Как вообще, в принципе, может совместно существовать и ФСБ, и развитая бандитская сеть? А я думаю, смотри, в чем нюанс такой? Это говорят с той стороны, это говорят из-за поребрика. Что ФСБ уже не контролирует то количество вопросов, которые контролировало раньше. Они постепенно тябли влияние. Почему? Потому что они превратились в жирных котов. Если в начале там нулевых, они были все голодными, они хотели жрать, они отрывали сферы влияния, ну там конец 90-х, начало нулевых, тот же самый питерский морской порт, это наливной терминал, там же страшные, вот там просто убивались ОПГ с силовиками, Путин там все контролировал, Путин пришел к власти, силовики стали в топ, и они начали загонять в табун всех бизнесменов и криминальных авторитетов, кто не соглашался, то взрывали, убивали, брали под контроль уголовные элементы, но потом силовики превратились в жирных котов, потому что они оперируют огромными деньгами. Мы с тобой говорили, нефть взлетела, там с 19 долларов до 30, потом 60-70, потом 120, денег валом, трусить бизнес можно, и ФСБшники превратились еще раз в жирных котов. Почему? Потому что заниматься контрразведкой, следить за шпионами, нафиг оно надо, а вот крышевать банк, который обналичивает деньги, получается это 2-3% или 1,5%, это же намного выгоднее, а 1,5% с 20 миллиардов долларов выведенных, это же безумные деньги, чем заниматься каким-то, не знаю, ОПГ, когда тут можно заработать на рыбе, рыба, Архангельск, там везут еще, это же намного вкуснее, и они потеряли чутье, они потеряли вот эту вот нюх, хватку, и опять же, с той стороны говорят, что там, где нет силовиков, там, где нет силы, ну, официальной, появляется криминальный элемент, ну, в принципе, это закон природы, то есть, он, природа, нету света, там появляется темнота, да, вот, есть свет, нет темноты, ушла власть, появились криминальные элементы, и есть много регионов, где ФСБшники, даже приезжие, там, вроде как распальцованные, они не контролируют ситуацию, так как это было раньше, плюс, это, мальчики, которые вернулись с войны, герои СВО, возвращенцы, которые требуют свою долю пирога, им пока не дают, но Путин обещает, вы будете там на выборах, их кидают, не дают идти на выборы, на месте даже не проходят, я думаю, что там следующие выборы, следующая, и какая-то критическая масса, скажет, секундочку, а почему, нам же обещали, а нас кидают, поэтому я думаю, что ситуация будет только хуже, ну, хотелось бы, чтобы это было быстрее, но вот идет, как идет. Я прям вижу в комментариях, как у нас возникнут, взорвутся просто бомбы, из простых россиян, которые будут говорить, да ну, что вы рассказываете, я был в 90-е, я помню всю эту стрельбу на улицах, я помню всех этих ракетиров, и так далее, и тому подобное, как все это было, а вот когда пришел любимый Владимир Владимирович власти, это все прошло, это все пропало, путинская стабильность, путинское спокойствие, и так далее, и тому подобное. Уличная преступность, как такова, исчезла примерно, как вот важный фактор, как серьезный распространенный фактор, она исчезла примерно где-то к 96-му году, она уже перестала иметь какое-то серьезное значение, бизнес научился защищаться, государство научилось этим бороться, и он, вот эта уличная, спана уличной преступности, она, в общем, по большому счету, была больше таким резонансным фактором, чем она реально влияла на вообще ситуацию в стране. Где-то к 96-му, может быть, начало 97-го года, как таковая уличная преступность перестала быть серьезным фактором, ну, скажем так, общественно-политической обстановки в России. Если брать вот все вот эти вот разборки, то, во-первых, как ты думаешь, кто Путин в вот этой вот иерархии бандитского российского государства сейчас? Ну, типа, он пахан, или он наоборот, пахан, который разруливает, разруливает разные конфликты между отдельными частями, семьями, если говорить языком Марио Пьюза? А что он... И вообще, в принципе, насколько сейчас, на данный момент, его роль как такого разруливающего конфликты в действии? Смотри, я приведу тебе такую аналогию. Еще раз, мы предполагаем, я не хочу, чтобы твоя уважаемая аудитория считала, что мы тут все знаем, мы предполагаем, судя с того, что происходит, какая раньше у него была позиция, как я увидел, возможно, до 2019 года. Вот ножницы, да, условно, аппровизация ножницы, он этот гвоздик был, он балансировал все эти силы, где-то там заблокировать, где-то пропустить, где-то надавить, где-то наказать. Он каждую систему уравновешивал, он не давал силовикам сильно подняться, не давал олигархам, то есть, кто-то забежал вперед, его остановили, кто-то последний, его подогнали, кого-то наказали, например, показатель раздели компанию ЮКОС, просто под нож, просто под нож всех, 10 лет Ходорковский отсидел в тюрьме, с Бородского плеча ему разрешили выйти, ну, выходить можно, вот, путь уравновешивал, но потом начали меняться правила, вернее, правила начали исчезать, кому-то захотелось, например, отжать часть, такой, АФК-система, господина Евтушенкова, да, да, выловка. Евтушенков перестал просто, его перестали звонить из Кремля, он не может, может дозвониться в Кремль, ему просто не отвечают, просто, вот просто, что он сделал плохого, никто не знает, он перешел какие-то красные линии, еще, просто не знаю, просто начал ломаться, система, плюс, Путин начал импровизировать, он устал, я вижу, что он начал уставать, и он начал пропадать из эфира вообще, а в эфире есть такой консервы, его консервы, и он теряется, и все сидят, ждут, когда появится шеф, даст указания, в чем система там, в чем ее сила, сила и слабость, сила в том, что без тебя, без твоей команды, никто ничего не сделает, согласись, с одной стороны здорово, да, вот, например, у тебя в семье, ты знаешь, что пока ты не скажешь, заложить базу домой, никто ее не заложит, то есть, ну, ты здорово, а потом появляется такой момент, когда ты устал, ты можешь заболеть, там, видят голоса, ты замотался, а после домой, ка не заложено, потому что ты не дал команду, с одной стороны, ты бы хотел, чтобы они появляли инициативу, но они ждут твоей команды, и вот сейчас, в российском обществе, все ждут, что скажут на виху, все привыкли, есть команда, работаем, нет команды, не работаем, и мы с тобой говорили, шех Резапих Леви, последний правитель Ирана, он же так и говорил, когда он заболел онкологией, он просто устал, там, давать указания, хотя 30 лет он все здорово давал, всех мочил, всех убивал, уехал лечиться, и вот в этот момент слетел с должности. В чем талант Путина? Путин неординарная личность, по крайней мере, в одном, главном, он гениальный разводил, может быть, даже не сколько гениальный, но выдающий, совершенно точно, и вот в этом качестве, он был незаменим, во всех разборках, то есть умел это делать, умел разводить, умел уравновешивать какие-то интересы, находить компромиссы, и в этом качестве он держится до сих пор, он главный сейчас разводящий во всей межклановой борьбе России, главный арбитр, главный судья, главный, так сказать, пахан, который, в общем-то, умеет это делать, надо отдать ему должное, он ничего другого не умеет делать, но вот это он научился делать прекрасно, еще с Питером, просто, вот у каждого есть свой какой-то природный талант, кто-то взял краски и тут же, так сказать, создал все дэвры, кто-то сел за рояль или там взял скрипку, и мы понимаем, что это гений там, музыкальный, а вот у Путина вот этот талант, я не знаю, там, был ли у него природа, наверное, наверное, он его в своем этом питерском дворе в шпанистском огранил как-то, понял, что принужден к этому, и вот мне кажется, это мое мнение, я там не претендую на все знания, но мне кажется, что вот главный талант Путина это талант вот такого разводилый между всякими кланами, группами, бандитами и так далее, и тому подобное, и на этом он поднялся. А как ты думаешь, ситуация с Вайлдберрис, которая сейчас, она ослабляет Путина или наоборот, от Путина как вот разруливателя, как вот такого верховного третейского судьи, или наоборот, она усиляет его, потому что ставит на место Кадырова и Кадыровцев. Слушай, там интересная история, просто невероятная, и с удовольствием слежу, почему, казалось бы, господи, ну какой-то корпоративный конфликт, ну что там, ну что-то зашли там, компания стоила 7 миллиардов долларов, теперь стоит 4 миллиарда долларов. Татьяна, господи, Бакальчук, развелась, стала Татьяна Ким уже, да, вот, ну, с другой стороны, вернее, как не с другой стороны, с одной стороны, конфликта за Татьяной стоит Сулейман Керимов, с другой стороны, олигарх, член Совета Федерации, 10 миллиардов долларов, с другой стороны, за бывшим мужем стоит Рамзан Кадыров, и вот, вот эта вот стрельба, казалось бы, ну постреляли, ну два человека погибло, тут вопрос, задержали ее бывшего мужа, уже отпустили, и непонятно, так секундочку, так, кто прав все-таки, кто не прав, кого посадить надо, та сторона, которая оборонялась, или та сторона, которая наступала, то есть, вот это уравновешивание какое-то, я уверен, что ни одну из сил это не удовлетворит, Рамзан Кадыров захочет, чтобы его было сверху, Сулейман Керимов скажет, я хочу, чтобы моя была сверху, я думаю, что вот этот вот баланс, он не для Путина сейчас, вот равновесие, если она останется, обе стороны обидятся на Путина, обе стороны обидятся, но к чему это приведет, пока трудно говорить, ему приятно, ты не считаешь, что Путин является одной из сторон, ну, либо Путин, либо люди, которые близки к Путину, но много говорят о том, что это на самом деле конфликт Вайна и Керимова, и этого, Бакальчука и Кадырова, вот, хорошо, так, пока стороны равны, Бакальчука отпустили, Кадырова задержали, его отпустили, то есть, если его закрыли, то можно было бы говорить, что Кремль принял сторону Керимова, но его отпустили, то есть, окей, то есть, никого не наказали за стрельбу, за то, что нам два человека погибло, нужно чью-то сторону выбирать, то есть, окей, Кремль с одной стороны, Кадыров с другой стороны, силы равны, Путин пока ничью сторону не занял. Если вернуться снова в 90-е, помните, в 90-е был такой достаточно яркий, яркий фактор с криминальным оттенком, как афганцы, объединение афганцев, коммерческие структуры афганцев, могут ли современные ветераны СВО стать вот таким же возмутителем общественного спокойствия, как в свое время стали, стали афганские организации? Нет, я думаю, нет, потому что у них нет просто такого времени, такого отношения общества. То есть, если как бы, те, кто воевал там в Афгане, они, ну, как бы, воспринимались, ну, люди, которых послали, да, их обманули, да, они там ни в чем не виноваты, да, они, в общем-то, не знали, что они творят и так далее. К ним было такое отношение, ну, достаточно исходительное, уважительное, скажем так, в общем. Поэтому там дали льготы, преимущества и прочее, прочее, то сейчас такого времени просто нет. Вот сейчас они вернутся, они вернутся как раздражающий фактор, они вернутся как угроза. Путинский режим, я уверен, рухнет или с ним что-то произойдет. И поэтому к этим людям будет очень совершенно другое настроение, совершенно другое отношение. Пока жив Путин, пока жив его режим, они попытаются из них сделать там героев, но это будет плохо воспринято все в обществе, потому что там героизм совершенно никаким не пахнет, и все это быстро орел слетит из них героически, и они будут просто большой головной боли, большой проблемой для любого режима, для любой власти. Но это значит, что они будут сбиваться в банду, они будут искать себя, они станут такой достаточно активной частью криминального мира. Конечно, конечно, они не просто станут активными, они подвинут все существующие группировки, и будет очень жестокая борьба за криминальные вот эти сферы влияния. Тут даже не ходят к адалке, это понятно, что это будет. Это уже есть, это уже начинается. Да, 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 вот я поэтому и спросил, потому что я уже вижу первые такие случаи, да, и первые предвестники вот этой вот будущей криминальной бури. Это они еще пока не задействованы в военных операциях. А как вот они придут, вот там начнется. Но вот на самом деле, вот эта вот тема с афганцами, она же просуществовала, ну, минимум, десятилетия, вот именно в 90-х годах, может быть, даже чуть больше, потому что началась буквально через несколько лет после вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. А как ты думаешь, сколько России придется отхаркиваться от такого криминального наследия войны с Украиной, когда вытираны СВО вернутся домой? Все зависит от того, как они будут решать вопрос. Если будет команда всех закрывать, несмотря на награды, то довольно-таки быстро. А если будут подыгрывать им, то вопрос растянется, действительно, на десятилетия. И они будут требовать больше. То есть, опять же, если центральная власть будет сильная, то будут закрывать, несмотря на награды. Если центральная власть слабая, то вытираны съедят власть. А по поводу региональных преступных группировок, могут ли, когда ослабнет федеральная власть, ослабеет, когда ослабеет федеральная власть, может ли местный криминалитет дать местным князькам силовой ресурс для того, чтобы они боролись за независимость? Сомневаюсь. Кое-где, конечно, могут пойти такие процессы. Ну, типа, там, Чечни, предположим, в Чечне. Где у населения стойко отвращение к самому Кадырову. Он это прекрасно знает и понимает. Ну, может быть, кое-где, как это, знаете, кто-то кое-где у нас порой. Я думаю, что региональные князьки будут создавать какие-то структуры, типа частных военных структур, частных военных организаций. Уже там есть в России такие позывы к этому. Они пока создаются, это ЧВК по ведомственному принципу, по принципу больших крупных корпораций и компаний. Вполне возможно, что у них может появиться и региональный фактор. То есть будут созданы ЧВК по региональному принципу. Кого, понятно, туда набирать будут, но это другой вопрос. Но вот криминал, чтобы стал политической силой, он может быть вовлечен в этот процесс, опять использован. Использован, да. Но я не верю, что сейчас, когда, по сути дела, само государство является криминальным как таковым, грубо говоря, губернатор является пахановым в своей области, что уголовный фактор, вот этот криминальный, чистый криминальный фактор станет некой такой политической силой. Вот пока я не вижу этого. Вот, может быть, я что-то сейчас там не чувствую, не понимаю, да, издалека, но пока я не вижу предпосылок для этого. Самый, наверное, большой страх россиян, о котором постоянно говорят и который постоянно педалирует в средствах массовой информации в России, это страх переводки самыми бандитскими 90-ми. Как ты думаешь, а действительно ли то, что будет происходить в России, будет вот точной и абсолютно калькой из тех самых бандитских 90-х? Или все-таки возможен несколько другой исход и другое течение всего этого процесса? А знаешь, что будет интересно? Это будет поправка на технологии. Я не зря сказал технологии, интернет, дроны. Зачем кого-то расстреливать, там, снайперская винтовка? Ты можешь просто зарядить дрон, купить себе дронщика, дроновода, зарядить его гранатой, это РПГ, и отправить его, там, не знаю, в машину твоего конкурента? Все. Это будет война технологий. Бандитские разборки 2.0, но 21 век, это, не знаю, там, киберпанк такой. Ну, то есть, насколько я понимаю, ты прогнозируешь, что все будет происходить так же, как в 90-е, потому что мне, как гражданину, абсолютно по барабану, от чего взрывается «Мерседес с бандитом на моей улице» от дрона или от бомбы, заложенной под кузом? Ну, согласись, как его видишь, когда просто там его, там, не знаю, подложили мину, а тут его дрон прилетел. Оно, конечно, да, дрон жужжит, и вообще, в принципе, выглядит со стороны это все намного эффектнее. Но результат практически то же самое. Ну, то есть, ты предполагаешь, что все на самом деле будет происходить точно так же. Разделы сфер собственности, переделы сфер влияния, какие-то местные бандитские бесконечные разборки. Я думаю, да, опять же, если центральной власти не удастся все удержать, они все делают максимально, чтобы удержать, но если там какая-то центробежная сила будет, и это будет все по краям, внутри, знаешь, как все держится, а по краям оно все болтается. Если не удержат, то так оно и произойдет. Но, опять же, мы предполагаем. В завершение я хочу заметить, что, конечно же, когда мы говорим о возврате 90-х, мы говорим о тенденциях. Бордовые клубные пиджаки с золотыми пуговицами, кожаные танкирочки, вот эта стенка на стенку, на пустырях, все это, наверное, останется в 90-х. Как и вишневые девятки, и песни про вишневые девятки. У новых шальных годов в России будет свой неповторимый флер и аромат. И, кстати, мы недавно говорили с Ольгой Курносовой, быть может, этот флер, как и аромат 90-х, далеко не всем россиянам будет противен. Все-таки юность, гормоны и эмоции скрашивают негатив в субъективном восприятии окружающей реальности. И то, что для людей старшего поколения ужас-ужас, для поколения, которым в 90-х было там 15, 16, 17, 18 лет, это было время возможностей. Это было время, когда солнце светило ярче, девушки были доступнее, а парни энергичнее. Это я к тому, что не стоит бояться изменений. Ни развала России, ни возвращения шальных времен. Пристегнитесь и получите удовольствие. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok